Итак, друзья, приветствую! С вами, как всегда, Максим. За моей спиной вы видите два дома, выполненных в одном стиле. И сегодня на примере вот этих домов я покажу вам реальный рост цен с 2018 года до 2022. Вот в этом ролике про этот дом. Он, кстати, самый популярный ролик на нашем канале. Он набрал более миллиона просмотров. Вот мы его закрепим здесь или здесь. И вы сможете дополнительно его посмотреть. Я рассказывал про дом, который мы построили. Баварская кладка. Такой стиль. Он был продан в 2018 году. Простите, в 2019 году за 4 миллиона 300 тысяч рублей. И сегодня я вам расскажу, что входило в состав этого дома и все остальное. И в каком состоянии мы его продали. А за моей спиной находится второй дом, о котором я тоже расскажу. Это люди, которые купили первый дом. Решили построить дом для своей мамы. Вот такой мини-проект. Дом 70 квадратов. Вот этот дом 110 квадратов. Там три спальни, тут одна спальня. Это такой мини-проект. Даже, думаю, чистыми, наверное, там 60 квадратных метров. И вот они пришли к нам в конце мая. И сейчас 1 августа сегодня. Вот в таком состоянии дом уже стоит. В доме почти выполнен полностью ремонт. Ну, такой идет чистовой ремонт. В целом, я думаю, до въезда остался там, ну, один, наверное, месяц, чтобы стены просохли и можно было комфортно въехать. Поэтому, господа, смотрим. И сегодня я расскажу вам о том, как немножко выросли цены с 2018 года на 2022 год. Итак, погнали. Итак, господа, начнем с дома, который находится за моей спиной. Построили мы его в 2018 году. Про него есть несколько роликов. Один из популярных роликов на нашем канале. Там, где все люди не верили, что можно жить в доме без ванн. И писали мне много комментариев по этому поводу. Поэтому, ребята, смотрите. Вот этот дом, представляете? Что вошло в этот дом в 2018 году? Стены из кирпича Брайер, баварская кладка. Дополнительно расшиты белым полным швом. Супер белой расшивкой. Цоколь из белого облицовочного бетонного кирпича. Юбка из поребрика. Мягкая кровля. Мягкая кровля. Белая водосточка. Белая подшива. Окна. Классические окна. КБЕ с раскладками. Видите, да? Симпатичный, очень красивый дом. Он есть у нас на сайте. Ну, такой, как брендовый получился. Очень симпатичный. Высота потолков на этом доме 3 метра, а не 2,70. И в комплект еще вошла веранда, которая находится сзади этого дома. Веранда подшитая, деревянная, очень красивая и стильная. И отмостка вокруг дома из плитки. И забор, кстати. По периметру этого дома уже тогда был выполнен забор. Дом этот располагался на участке 22 сотки. Был подключен газу уже к электросетям. Был выполнен септик на 3 кольца. Полностью заезжать живи. Ну, установлена сантехника. Лежала кафельная плитка, отопление, теплые полы по периметру. Все четко. И продали мы этот дом за 4,300. Представляете? А сейчас я пройду на второй дом, который мы построили. И расскажу небольшой рост цен, который получился за этот период времени. Итак, друзья. Повторяю. Вот сейчас ведется монтажок. На втором доме, который... Ну, к нам обратились люди, которые купили у нас первый дом. И решили построить небольшой домик для мамы площадью 70 квадратных метров. Смотрите на примере. Вот площадь этого дома даже меньше 70. По-моему, это, наверное, внешний периметр. По факту он еще меньше 60. Стоимость этого дома, включая ленточный фундамент, облицовок сокола белого кирпича, юбка из поребрика, кладка кирпича брая родинарный. Кстати, мы здесь не решили не мудрить и не зашивать. Потом белой расшивкой сразу уложили на полный шов с помощью белого цемента. Он сейчас, кстати, подорожал. Стоимость цемента около полторы тысячи рублей мешок. Итак, господа. Также сюда вошла водосточная система, подшива, мягкая кровля. Мягкая кровля точно такая же, как на первом доме. И стоимость этого дома составила 2 миллиона 83 тысячи рублей. Это за коробку дома. Сейчас немножко поменяем ракурс. Я расскажу вам о внутренних работах. Вот этот этап работ мы выполнили приблизительно за полтора месяца. Поставили коробку. И следующим этапом было монтаж окон и внутренние работы. Включая подключение к сети, подрозетники, штукатурка, разводка и электропроводка по дому. Утепление кровли 200 миллиметров. Отопление, включая везде теплый пол. Тут одна всего батарея в доме полностью. Везде находится теплый пол. Монтаж настенного котла и запуск его. Вот торчит трубка. Это коаксиальный котел, там где у нас будет мини-кухня. Усиленная утепленная половая стяжка. Шпаклевка в два слоя. Откосы подоконники. Окна белые с раскладкой. Отмотка вокруг дома плиткой. Уже включена сюда. И ступени из плитки. В том стиле, который у нас уже был ранее. Стоимость вот этих работ составила 1 миллион 138 тысяч рублей. Смотрите, получается суммарно вот на этот дом потрачено, скажем так, округлим, 3 миллиона 200 тысяч рублей. И сроки. Смотрите, ребят. Дом небольшой, но в целом мы сейчас применяем более сжатые сроки. Фундамент был залит, выдержан 10 дней. И сразу приступили к работам. Вот. Начало строительства началось 25 мая. Сейчас, скажу вам, сейчас 1 августа. И у нас остались такие виды работ, как укладка кафельной плитки, монтаж сантехники, монтаж откосов, монтаж теплых полов. И установка межкомнатных дверей. Были предложены различные варианты, ну, схем. Подождать местных работников, которые будут делать эту плитку, ну, приблизительно 3 недели. Я говорю, посмотрите, с сроком строительства. Или просто выпустить таких боевых узбеков, которые сделают эту плитку за 3 дня. Поэтому люди выбирают разные варианты. Мы предлагаем разные варианты, каждому какой нравится. Поэтому в целом мы могли бы достроить этот дом, чтобы в него заехать. Но я думаю, если бы мы запустили сюда боевую бригаду из Узбекистана, они бы сделали плитку за 4 дня и смонтировали там несколько дверей за 1 день. И откосы 1 день, потолки 2 дня. Ну, я думаю, где-то 10 дней, 2 недели можно было вообще уже сюда полностью заезжать. Но если выбрать вариант с работниками, которые, ну, местные, то они, у них у всех есть очередность записи. Они будут это делать гораздо дольше, медленнее, там, выходные, проходные. Ну, я думаю, что до въезда в этот дом осталось бы, ну, осталось бы, 2 месяца. Поэтому, господа, в целом для такого маленького дома, ну, достаточно большие, хорошие, грамотные сроки. Но сроки еще определяются планированием нашего времени. Поэтому приходим заранее, ребят. Потому что если вы приходите и говорите, о, я видел, там можно построить дом за 4 месяца. Ну, смотрите, мы с людьми разговаривали о строительстве этого дома уже в декабре месяце. И сделали проект этого дома. И у нас были предварительные подписанные договора. Просто стартанули мы в мае. Понимаете, да? Как бы они были поставлены в график производства работы на май. И пришли в конце мая. И мы там 27-го, по-моему, мая залили вот этот фундамент. Выдержали и сразу сделали все работы. Поэтому, ребят, вот так не получается. Нужно сроки сделать даже маленькими. Но они должны быть в графике производства работы. А сейчас пойдем в дом. Я покажу, что там сделано в доме. И вообще сам проект этого мини-дома. Кстати, вот смотрите. Вот кладка в полный шов. Которая выполнялась без затирки. Ну, немножко белый шов не совсем белый. Потому что мы применяли белый цемент. Они ложили на мастику. Там, конечно, гораздо белее. Вот для сравнения. Но в целом, если смотреть с дороги, стиль не отличается. Я бы так сказал. Итак, вот такой вид у нашего мини-дома. Кстати, я говорил, что он, по-моему, меньше. Это 50 квадратов. А не 70. Смотрите. Вот тут будут дальнейшие выполнения ступени. Они уже оплачены. На них сделали. Это у нас тамбур. Так скажем, холодный тамбур. Он достаточно большой. 8 квадратных метров. Из него мы сразу попадаем в так называемую мини-кухню. Где у нас будет узел окопления. Вот вытяжки устанавливаем. Здесь будет у нас такой люк на чердак. Небольшой чердак маленький. Но там будет рабочее помещение, куда можно будет сложить вещи. Вот электро-счетчики. Смотрите, теплые полы у нас здесь везде в доме будут. И вот у нас получается переход сразу из спальни в такую, скажем, ну это как, это гостиная. Это дом для одного человека. Вот в нем два окна. Симпатичные окна. Окна у нас подчеркнут с раскладкой. Высота потолков здесь 2,70. 2,80 простите. Стены выполнены из утепления 100 миллиметров и керамзитобетонный блок. Это у нас ванная. Но ванной здесь тоже не будет. Здесь будет душевой поддон. Место под стиральную машинку. Такое, ну, достаточно просторная ванна. Я не знаю, сколько тут площадь. Наверное, ну, наверное, 7 квадратных метров. Площадь, так скажем, гостиной или зала, ну, наверное, 30 квадратных метров. Я думаю, я оговорился, площадь дома не 70, а дом у нас в галоритах 7,5 на 7,5. 50 квадратных метров. Поэтому, ну, сами о ценах можете судить уже сейчас, как изменилось. Представляете? 50 квадратных метров и дом 110 квадратных метров со спальней и с забором и участком. 22 сотки. Цены изменились достаточно радикально. Вот у нас холодная веранда. Смотрите, ребят, вот эта входная группа будет у нас. Здесь не предусмотрена батарея. Это такой холодный, отсекающий тамбур воздух. Подшита пленочка. Утепление кровли у нас 200 миллиметров здесь. Ну, по просьбе. По нормативам 150 достаточно, но люди просили поставить 200 миллиметров, потому что не от холода, а не любят жару, не хотят устанавливать кондеры. И поэтому вот такой расклад. Но теплый пол, по-моему, здесь все-таки есть. Смотрите, еще везде у нас зашито уже профлистом, а потолок в холодном тамбуре и там не зашит еще, потому что мы смонтировали только что окна. И сейчас будем подводить металлом, чтобы потом не пришлось мучиться с монтажом окон. Какие мы можем сделать выводы? Смотрите, если в 2018 году вы могли приобрести дом... Кстати, вот те ребята, которые мне писали, что это бешеные деньги, такой дом можно построить за миллион, напишите сейчас, что вы думаете. Вот в 2018 году вы могли бы купить такой дом, купить они строить, купить готовый, красивый, симпатичный, с мягкой кровлей, высотой потолка 3 метра, подключенный к газу, ко всем коммуникациям, с забором и отмазкой из плитки за 4 миллиона 300 тысяч рублей, то такие дома сейчас начинаются от 6,5 миллионов рублей и, скорее всего, у них уже не будет забора и плитки, потому что застройщики... Небольшой кризис все равно есть. Застройщики снижают свои аппетиты и продают дома, зарабатывая только на нарезании участков, это каких-то своих экономических выгодах, о которых физические лица просто не догадываются. А сейчас вот мы потратили на дом 50 квадратных метров, уже 3200, и смотрите дальше. Это еще не все. Ну, кстати, сейчас будут опять, наверное, мне писать, что это на нужный миллион. У нас есть смета уже на доп. работы. Смотрите. В этом доме будет 60 квадратов кафельной плитки, которая стоит 1000 рублей квадратный метр. Нормальный, хороший керамогранит. Не за 3, это не дизайнерский, обычный, хороший, классический керамогранит за косарь. Стоимость работы где-то 850 рублей. И еще получается там клей какие-то, крестики, все такое. Это обойдет запускать 2000 рублей. Получается, мы получаем 120 тысяч рублей за кафельную плитку. Сантехнику посчитайте сами. В принципе, унитаз можно купить за 10 тысяч рублей. Более-менее ровный унитаз, умывальник. Это обойдется нам еще 25 тысяч рублей. Получаем 145 тысяч рублей. И у нас в доме смонтирована сантехника. Далее, что еще остается? У нас тут будет дверная арка и дверной проем. Стоимость двери 10 тысяч рублей. Ну, среднего качества. И стоимость арки 10 тысяч рублей. Получаем у нас 165 тысяч рублей. И дом доведен. Уже есть отмозка. Белые стены. Остается поклеить обои. Натянуть потолки. Откосы здесь уже утепленные посчитаны. И подоконники. Поэтому остаются потолки. Площадь потолков, по-моему, 50 с чем-то квадратных метров. Я думаю, стоимость со светильниками 30 тысяч рублей. Итого 200 тысяч рублей доделать этот дом, чтобы в нем можно было жить. А, секунду. Я забыл обои. Вы сами можете посчитать, сколько сейчас стоит обои. Минимально. Вы можете купить штукатурку декоративную и сами нанести ее на стену. Ничего такого в этом нет. Это будет достаточно симпатично. Или потратить на обои 25 тысяч рублей. Еще плинтуса, багеты. Кому они нужны. Кому-то кто-то их никогда не делает. Ну, еще. Получаем дом. Этот можно доделать с обоями, со всеми делами, пирогами. И заехать жить. За 225 тысяч рублей. Запомним. Не за миллион, а за 225 тысяч рублей. Это я посчитал сейчас. Работу с материалом. Если не выделываться, не нанимать дизайнера. А самому приложить руки и нанять мастеров совета или какую-нибудь небольшую компанию. Так. Поэтому, господа. Когда вы потом мне будете писать здесь, что доделка вот этого дома еще нужно купить миллион. Кстати, кухня. Кухня. Тут мини-кухня. Она небольшого размера. Можно купить готовую в кофе за полтос. А можно заказать более-менее среднего качества за стольничек. А если хотите что-то получше. Ну, оно будет стоить, наверное, две сотки. Поэтому 500 тысяч рублей с кухни. Сто процентов говорю. Поэтому. А, что там еще? Вам посчитать шторы кровати. Тут два окна. Шторы будут стоить, я думаю, 20 тысяч рублей. Кровать нормального качества. Хорошая относительно. Кровать стоит 100 тысяч рублей. Плюс хороший матрас-полтинник. Поэтому, смотрите. Вот. Я уже насчитал с мебелью. Этот проект обойдется в 4 миллиона рублей. Это уже будет и кухня. И все на свете будет стоять здесь. И вы сможете в нем уже жить. Ну, молодая семья или один человек, например. Я думаю, если вы хотите завести детей, уже, наверное, места не будет. Вам придется пристраивать или покупать дом больше. Поэтому, господа, я вам дам совет на будущее. Если у вас есть какие-то деньги на строительство дома, и вы хотите начать жить сейчас, потратьте их сразу все на строительство дома. Не надо откладывать на будущее. Если вы в будущем разбогатеете, и у вас появится, например, еще 5 миллионов рублей, вы сможете свое имущество, если оно грамотными руками построено, всегда продать и купить себе или построить новое. Не затягивайте долгостроев. Это самая большая ошибка в строительстве. Вот на своем опыте я вижу людей. Есть люди, которые, имея минимальные средства, ну, там, своими руками часто покупают участок и строят свои эти многочисленные дачи, мучая свои семьи, никогда не поезжая в отпуск, каждый вечер проводя на стройке, там, дети вообще стонут от этого. Ребята, не ведите себя так, купите себе небольшой дом 100 квадратов, живите в нем счастливо, и когда вы разбогатеете, заработаете какие-то дополнительные средства, продадите тот и купите себе новый или построите новый. Не вписывайте в проекты, которые вы не можете вывести. Поэтому, господа, всем вам удачи. С вами, как всегда, был Максим. Всем пока и счастливо. Продолжение следует...